Раз, два, три, четыре. Бодрое утро – залог продуктивного дня и отличного самочувствия. Так считают самые активные участники губернаторской программы. И пасмурная погода – не повод отменять занятия на свежем воздухе. В разноцветных дождевиках и с хорошим настроением видновчанки пришли на ежедневную тренировку по скандинавской ходьбе. Мы разминаем сначала все суставы, все мышцы и только потом переходим к ходьбе. После ходьбы мы делали подводящие упражнения. Подводящие упражнения – это те упражнения, которые нас настраивают и дают нам возможность правильной ходьбы. Занятия по скандинавской ходьбе в Центре социального обслуживания «Вера» проходят ежедневно. После разминки спортсменки преодолевают дистанцию в три километра. Это вид спорта, который просто оздоравливает все молодеи сразу, общение соответственно. Валентина Денисова – волонтер, помогает на занятиях главному инструктору, а также ведет свою группу, которая называется «Непоседы». Скандинавская ходьба действительно, она молаживает, она оздоравливает полностью весь организм. Для Ирины Алферьевой это первая тренировка, но она уже успела оценить все преимущества этого вида спорта. Ходьба, конечно, помогает физически, для упражнений делаем хорошие. Мне, конечно, нравится девочки хорошие, ко мне очень хорошо относятся. Скандинавская ходьба – самое популярное спортивное направление в активном долголетии. Почти половина участников губернаторской программы посещают эту секцию, ведь во время занятий правильную нагрузку получают 90% мышц всего организма. Я люблю этот спорт за то, что он помогает и нашему физическому состоянию, и душевному состоянию. Мы все дружим. Это очень хороший спорт. Всех призываю. Приходите. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.